Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Индексация пенсии на 10% из-за роста коммунальных услуг. Нас спрашивают, а правда ли, что из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, введенных карантинных мер, ослабления рубля, роста цен и других недавних событий в стране и мире, уже скоро, в июле этого года, всем пансионерам проведут дополнительную большую индексацию повышения пенсий, более чем на 10%. Или это просто очередные слухи и неправда? На что разъясняем, что по имеющейся на данный момент официальной информации, пока еще рано говорить о том, что скоро и обязательно проведут дополнительную индексацию повышения пенсий из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, введенных карантинных мер, ослабления рубля, роста цен и других недавних событий в стране и мире. На данный момент, известно лишь то, что существует и регулярно выдвигаются похожие предложения, с целью компенсировать потери, в связи с указанными выше событиями, многие из них высказываются и обсуждаются на официальном уровне, о чем, впрочем, мы регулярно сообщаем. Но, как и прежде, дальше обсуждений дела не доходит. Яркий пример тому, то, как долго, пытаются вернуть полноценную индексацию пенсий, работающим пенсионерам, а результата все нет. Теперь восстановление индексации пенсий, ожидают к сентябрьскому единому дню голосования, хотя это, только предположение. Поэтому, если и существует предложение по значительному повышению пенсий, это вовсе не значит, что данное повышение пенсий точно проведут, и тем более, еще рано говорить о конкретных суммах и сроках. Таким образом, у большинства пенсионеров, к сожалению, как и прежде, пенсии так и останутся незначительными. Мы считаем, что начать исправлять сложившуюся ситуацию с пенсиями, лучше было бы с того, чтобы сделать достойное повышение пенсий, всем пенсионерам, или хотя бы, установить минимальную пенсию на уровне московской, где, напомним, с 1 января, минимальный размер пенсий, с городской доплатой, уже увеличен до 20 222 рублей в месяц, а уже после, продумывать дополнительные механизмы повышения пенсии и улучшения пенсионной системы в стране. А как вы относитесь, к этому предложению? Просим поставить лайк и написать свое мнение в комментариях, для того, чтобы показать общественное мнение по данной инициативе, и распространить это видео, для привлечения большего внимания, к данному предложению. Так как, только с привлечением большего количества граждан, можно донести свою позицию до представителей власти. О дальнейшей судьбе всех предложений, мы будем регулярно сообщать своим подписчикам, а чтобы и дальше быть в курсе всей важной информации о пенсиях и получать ответы на интересующие вас вопросы, просим подписаться на наш канал. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами, и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи.